всем огромный привет добро пожаловать на мой канал у нас сейчас утро я уже покормила своих остатков начинаю новый влог я извиняюсь за свое освещение уже включила здесь все что только можно включить и все равно я смотрю что как-то не очень вот на кухне я сейчас быстренько варю суп и я буду варить его высокой лапшой лендовской домашний лапша очень нравится очень получается вкусный суп на курином бульоне я делаю я сейчас буду чистить картошку морковку лук вместе и попутно хочу полагать с вами значит у нас выпал снег что-то видно вот он еще у нас идет такой мелкий снежок я сегодня хочу забрать детей у меня уже выздоровели уходят школу вот я хочу сегодня пойти погулять с собаками они не хотят на санках покататься хотя снега выпало знаете еще картошку вот выпало не столько снега чтобы кататься на санках но они хотят поэтому я заберу пораньше как раз чтобы у меня был готов супчик покормил обедом вот но как сына то я после уроков малость у него уроков младшего я получается вообще рано забираю поболтаю с вами ночую я сто лет не болтала тут пока буду чистить чищу попутно с вами поболтаю мне еще нужно я тороплюсь мне нужно как-то плюс фига я не тороплюсь и на самом деле очень хочу спать вообще дикая просто и мне еще нужно заходить получить посылку свою заказывала с сайта фармакосметиков заказала там шампунь и вообще всякое такое воду скидок на черную пятницу но в прошлую позапрошлую пятницу была черная пятница сейчас но черная пятница все как все как всегда вот и фармакосметика она и в любые другие праздники дает примерно такие же скидки которые давала на черную пятницу это было и в прошлом году и в этом году единственное что на такие бренды как например холилэнд на янсен нет на янса бывает большие скидки дает вот на виши тоже бывает хорошие скидки там 50 процентов по моему вот а вот холилэнд клэп там такие профессиональные марки больше чем 35 процентов вот я не встречала нет как-то однажды 40 процентов было то это было давно может куда-то назад сейчас 35 процентов это максимум вот я заказал короче со скидкой 35 процентов заказываю кстати сейчас последнее время стала оплачивать при получении сайт фармакосметика я не сотрудничаю с этим сайтом я просто обычный покупатель такой же как вы чего я стала при получении оплачивать потому что стала такая история что заказываешь а потом девушка звонит у этого нету там какой-то одной позиции вот в моем заказе обязательно нет я либо отказываюсь полностью либо меняю нашу руку это вот и им хотя деньги возвращают быстро знаете все достаточно быстро но как-то вот как-то вот последнее время оплачиваю при получении сейчас в этом получу пинг-поинт куда называется вот так что вот так по статико все накормила да я уже говорила как обычно утром у меня добром не бывает все переругали сейчас бегают морковочку сейчас почищу и лучок у меня маленькая костюшка я вчера это сходила в душ вечером думаю посушу волосы феном посушила я феном ничего не посушила так и легла спать вот спать я хочу потому что я вчера девочки читала книжку вечером и вот ну вот я не знаю что мне с собой делать если честно сегодня будет наверно болтологический влог я заранее извиняюсь я знаю что некоторым не нравится когда я болтаю много кому-то нравится кому-то не нравится вот у меня знаете кстати вот по поводу тоже комментариев и по поводу того что кому-то нравится кому-то не нравится вот я когда показывала такие покупки тельмени там например вот такую лапшу мне некоторые пишут что лень самой сделать а кто-то мне пишет наталья вы такая молодец как вы все успеваете знаете всем не угодишь вот ну вот такая да мне лень сам или делать мне даже не то что лень мне как-то вот я так скажу короче читала ночью вечером книжку ночью я как-то говорила что я читала книгу называется воронята написал вот мне очень понравилась первая первая книга дальше идет естественно продолжение король воронов там еще еще там разные читаю в электронном виде и вторую первую книгу прочитала вторую часть начала читать мне не понравилось вообще муть просто какая-то вот я даже по-другому сказать не могу просто муть вот и мне у меня приложение называется майбук она платное приложение я не то что могу посоветовать мне нравится но я там детские книжки читаю аудио слушаю и обычные книги читаю но там не все книги вот не могу сказать что вот я вот поисковике набираю там любую книжку она у меня выходит нет не все книги там есть но приложение хорошее не глючное можно скачивать книжки и слушать там если нет интернета и так далее ну в общем мне нравится так вот мне там это приложение значит предложила почитать книгу там типа много хороших отзывов то есть да книга называется остров не помню кто написал и я вам подпишу внизу в инфобоксе кому интересно вдруг интересно если вы впечатлительной не стоит считать хотя я не скажу что она как-то прям там жесть какая-то написано вот я уже тут все начистила у меня маленькая кастрюлька поэтому я чуть-чуть смотрю на камеру видео порежу как раз попутно показано так вот книжка остров книга про это годы вот войны с германией то есть это тридцать девятый наверно год сороковой год может 38 я не знаю там не указано какой-то год по-моему не указанный или я уже не помню честно признаюсь так вот книга о прокаженных о людях которые болели проказы лепра и еще по-другому называют да в те годы и это греция и там вот их отсылали на остров то есть человек у которого появились какие-то пятна на коже да мне кажется там уже не важно было болели или нет никто это особо не проверял просто отправляли на остров и они там жили жили ждали так сказать когда закончится жизнь и вот про там одна героиня в общем она попала на этот остров потому что не появились да вот эти пятна на коже и в общем как вот они там жили ничего там такого сильно знаете плохого не описано нет такого что там вот как там же изуродованные тела да вот из-за этой проказа я зовут эти описание вот этого всего нет но ну как нет есть немножко но вот судьба людей знаете прям переживаешь я я такая я вчера начиталась зачем на ночь все мне не заснуть все потом что-то заснула проснулась знаете вот зачем читаю такие книжки это как знаете этот у меня была книга читала шантарам знаменитая на россию читали я и читал очень давно перечитывать не буду несмотря на то что она мне понравилась очень понравилась эта книга но там были такие моменты как вот например там лошадь он убил свою лошадь убил ее по-моему да или тут ее застрелил любимую лошадь и как вот я не могу я такой не могу читать сейчас еще морковочку потру но когда хорошо написано да хочется прочитать не знаю по крайней мере у меня в общем читаю эту книгу остров а зачем я ее читаю не знаю ну что надо что-то такое знаете мне найти такое легкое что-то вот такую разгружающую голову а не наоборот я так не могу мне теперь надо дочитать до конца я должна знать чем все закончится но это как раз вот период когда перед тем как нашли вот это лекарство из аудио книги я сейчас слушаю было на камеру так поставить чтобы вы видели что я делаю как-то не подумала потёрла морковочку с этим бульон у меня уже варится вовсю аудиокниги я сейчас слушаю этот про нера вульф тоже знаменитый детектив там вот так интересно я люблю такие книжки там их же много этих книг как много относительно много я слушаю формате аудио они тоже нравится как написаны так не я вставила наушники да я хожу что-то делаю по дому там готовлю еще что-нибудь и мне там ду-ду-ду-ду-ду вот потом что я вспомню что этом прослушала интересно так что вот так ну остров не знаю кто читал из вас напишите но теперь буду ждать чем все это закончится он больше такой не буду читать не знаю что мне вообще теперь спать хочу еще детей заберу они на санках будут кататься ну собираются кататься по крайней мере я не знаю сейчас не подтает все собаками погулять пообедаем вначале пообедаем потом пойдем погуляем посмотрим вот и сегодня тогда покажу еще вам свой заказ сайта фарма косметика там есть продукты которые я уже пробовала есть которые пробовала вот еще меня спрашивали хотела тоже ответить так много наболтала вот спрашивали хотела ответить на вопрос в поводу воспитания животных собак конкретно боны интересуют да ну что я могу сказать там девушка одна ответила что животных нужно любить я с этим согласна на все сто процентов конечно в первую очередь их надо любить животных потому что они ни в чем не виноваты но в доме например я считаю но это мое личное мнение должны быть определенные правила которые должны соблюдать все хвостатике есть конечно кто косячит у нас доме есть такие вот но в общем и целом правило одни для всех и нельзя делать так что там допустим вы сегодня собаки разрешаете а завтра запрещаете то есть если вы что-то запрещаете это должно быть под запретом всегда если вы что-то разрешаете значит это будет разрешено всегда то есть если вы хотите чтоб собака сидел вы пришли с прогулки собака сидела пока вы не бегают моих пока вы ей помойте лапой только тогда зашла уже непосредственно дом в квартиру да то так вы должны делать всегда нельзя такое что сегодня вы помыли завтра не помыли и в одну прогулку помыли другую не помыли если вы моете мойте всегда я не всегда помою своим лапы честно признаюсь я только когда вот прям сильно сильно грязные я тогда их обтираю так вот как то так вот должно быть вот какие-то определенные правила нельзя это но нельзя всегда и всем нельзя это нельзя всегда и всем вот как то так ну по крайней мере так у меня так я животных не наказываю ну как я ругаюсь на них ругаясь я повышать делаю злой голос делаю такое злое лицо могу даже побежать за ними если что всем там сильно накосячили ну вот и в принципе меня все понимают бон так вообще не ругая на нас вообще я уже не знаю когда последний раз косячила вот ну и и у нас например нельзя огрызаться на меня вот не только на меня на всех это просто мама будет злая очень ну то бишь я да буду за очень долго если на меня краснуться то есть вплоть до того что я могу подойти и забрать и спасти еду в особенности если это еда из каком помойки что они очень любят делать знаете кормишь не кормишь там роял к ним там не роял к ним помойка она же вкуснее всегда хотя я закрываю и все но все равно иногда бывают у нас такие набеги тут хотя не голодные животные у меня никто не худой никто наоборот всем худеть надо ну вот есть такое такая история у меня что лазит вот я могу подойти и прямо вот рукой изо рта достать еще обругая при этом бона например у меня она уже знает меня она вообще когда видишь что я иду зла кто это по помойкам там лазит она делает так сразу найти языком выплевывает и сидит такая на меня сбору типа я ничего я случайно без попутал вот так что вот так вот вот такая вот история но я ругаю другая прям злым голосом там обычно все понимают не с первого раза конечно иногда не с первого раза вот например вот леофан нас борьба у нас по столам лазит у меня запрещено на кухонный стол вот здесь вот на столешнице запрещено лазить всем я могу оставить кусок мяса рыбы и уйти там другую комнату и никто не должен взять это у нас такие правила вот леофан у нас все подчиняются этим правилам пока что кроме леофана леофан не всегда может удержаться но я и не дразню специально специально ничего не оставляю но все равно нельзя ну а джуз у нас это у нас тоже правило нельзя ходить в неположенных местах в туалет вот джуз не всегда у нас поддерживает эти правила тоже мама ругает и вот пеленки у меня и на первом этаже есть и на втором этаже и на улицу выходи когда хочешь бывает помутнение разума вот такая бывает вот ну что нарезала картошечку сейчас быстренько сделаю супчик поеду и уже покажу вам возьму вас на прогулку до сегодня с собой все все таки пойдем гулять но очень хотят хотим пойти погулять я думаю что пойдем куда же денемся вот и покажу заказ сайта фарма косметика ну что супчик мой готов вот такой вот он у меня получился с этой лапшой очень вкусненький на курином бульоне прям вообще супер куркуму как всегда сюда добавила все все как обычно вот так что суп готов я могу спокойно ехать вот что я принципе сейчас и делаю побегу уже одеваться и поеду эти вон санки достали 8 мая пойдем снега правда как кот наплакал но они уже на санках владелись на улице минус 3 пойдем гулять бона куда-то побежала с поводком с маленькой одену пойдем видите у нас красота какая снежок эту отпустила бы дашь мне с двумя сложно идти а джуз не умеет на палатке ходить а еще она не хочет одеваться и нера холодно гуляем снег это не так много чтобы на санках ехать так вот мы тихонечко гуляем ужас младше старшего везет давайте не ой веселуха у нас тени давай девчули тут стоят не понимаю что происходит не знаю замерзла она не замерзла надевать ничего не хочет из одежды я имею ввиду пришли на залив еще у нас тут видите тишина немножко лед начинает видите образовываться там дальше полоса там уже нет льда тут тонкий не ходи на лед он тонкий очень провалишься владик а вот там вот дальше уточки вот там эти уточки плывут значит нет льда джуз куда пошла джуси 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 куда пошла смотрите на нее вот джус ума нет считай калека вот честно даже бода не пошла в воду кошмар какой девочки замерзла потом все это льдом затянет и у нас будут здесь на лыжах катаются на санках на этих на на коньках вот на самом зале зимой потом придем как-нибудь я снимаю покажу вот но класс ветра сегодня хоть нет хорошо он там уточки смотри видишь плавать надо было тебя знала что здесь утки вообще обычно тут так нет было булочку с собой взять до покормить обычно здесь нет уток здесь кроме чаек вообще никого нет рыбы иногда когда ну рыба добавить мертвая красота это тут прилив же когда был мы приходили когда ветер сильный был сюда все снесло уточки а чудо они не улетели уточки уже все улетели они там все еще живут они хотят новый год встретить новый год встретить надо будет их покормить еще раз на булочку с собой так ты ходишь по веточкам они замерзли джуси куда пошла джуси у нас непослушная собака вообще все время убегает я очень редко отпускаю с поводка красавчик малиновые джуси сюда иди все время рядышком она никогда не убегает ее позовешь она сразу идет хвостиком виляет а вот та вообще ни в какую вредно ну и ходит на поводке натянутый поводок постоянно постоянно куда-то щемится запутывается самой страшно будем отлавливать пойдем уже но красота тут с ней ходить потому что натянет везде везде хочет посмотреть я вижу никого нету думал отпустить там кусок в воде она пошла на лед там немножко замерзла там дальше видимо не замерз то что минус 3 на улице красота да там на другой стороне у нас что вот там вот дамба вон там дамба вот там получается кронштадт а ладно где джуси не хочет бандитка сейчас будем ее ловить пойдем уже все девочки мы пришли чая попила я намерзлась вообще ужасно замерзла и собака у меня замерзла джуси вот но комбинезон не хочет одевать следующий раз пойдем гулять и попробую еще раз видеть если нет я думаю может быть он действительно неудобный ей если он неудобный я попробую заказать сейчас посмотрела на вальберес есть комбинезончики надо отзывы только почитать на озоне тоже есть почитаю отзывы может быть может быть действительно неудобный да не такой комбинезон в общем попробую другой заказать ей вот может какой-нибудь не знаю Говорят, что сильный широкий тоже не надо заказывать. Ну, в общем, посмотрю какой-нибудь ей комбинезончик. Но она еще замерзла, потому что воду, как вы видели, провалилась. Вот, так что... Так что вот, сама замерзла. Кстати, фармакосметика я не получила. Касперюша мой пришел. Думаю, сладкий. Хорошенький. Вот, не получила. Почему? Потому что не работала вот эта штука, куда карточку вставлять. Я же оплачиваю. И вот эти пинг-поинт, которые, да, там нужно... Ну, еще набираешь там все, коды вот это все. И потом оплатить нужно карточку вставить. И вот эта штука не работала. Только на наличные. Там еще мужчина какой-то был. Он что-то там ковырялся, не знаю. Он говорит, только наличные сейчас принимает. Ну, короче. Вот, а для того, чтобы мне наличные взять, это мне нужно еще дальше там проехать. Потом там очень сложно развернуться. Ну, в общем, короче, я... В общем, я забила и поехала. Забрала Лёва со школы, потому что, ну, уже и время. Что меня там ждать будет в школе, пока я развернусь. Там еще... Ну, там разворот такой, знаете. Там все время машин много. Там на заезды уходят. И на... В общем-то, всегда машин много. Там стоять надо долго. В общем, поеду завтра получу. Но завтра... Завтра последний день. Там срок хранения же три дня вроде бы всего. В общем, завтра получу. Сниму наличные и получу. Так что без заказа. Так что здесь я не такой влог. Много болтаю. Болтала влог. Вот. Ну, а комбинезончик сейчас я посмотрю. Я ее еще измерю. Что-то уж наверняка, да. Там длину спинки. Объем шеи. Нужно объем груди. Вот. И сказать комбинезон. Она потому что очень замерзла. Я ее в куртку вот так сюда внутрь запихнула. Куртку застегнула. Она там мокрая. Но я благо в свитере была. Вот. И, наверное, тоже сама замерзла. Потому что у нее лапы мокрые. Живот мокрый был. И, в общем, кофта намокла. В общем, сходили погуляли, красавцы. В общем, вот. Ну, хорошая погода сейчас. Снежок. Уже, правда, не идет снежок. Минус три. Завтра вообще. Вообще уже обещают, что все время будет минус у нас. Так что отлично. Вот. Ну, я на сегодня уже буду с вами прощаться. Получился вот такой у меня влог. Надеюсь, что он был для вас интересным. Вот. Так что. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok